Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Мне очень понравилось, вы сказали, что любовь, она не должна быть по принуждению. И здесь так красиво это слово заиграло, что мы говорим о любви действительно к Богу, к духовной любви, и что не должно быть насилия. Чем грешат, скажем так, те же самые секты, про которые мы говорили. И получается про ответственность. Человек в духовной жизни не должен перекладывать ответственность на духовного учителя, на наставника? Духовный учител несет ответственность за свой пример, который он подает, и за эти знания, которые он передает ученику. Но применять эти знания должен сам ученик, сам добровольно, через вдохновение, через осознанность, через веру и стремление, через то, что у него пробуждают эти наставления. Должны пробуждаться его любовь, его мудрость, его разум должен пробуждаться. И так его вера укрепляется, что вот это мой духовный учитель. Он пробуждает во мне все самые ценные вещи. Если мы говорим про наставника, духовника, тех людей, которые, как и старшие считаются, если они дают советы в материальной жизни, это неправильно? Советы нормальны. Или указания. Делай так, делай так. Указания могут быть в том случае, если что-то опасное происходит. Тогда наставник имеет право сказать, стоп, остановись. Это нельзя делать, запрещаю тебе это делать. Что-то опасно для себя или для других человек пытается сделать в эту сторону. Я не могу тебе такого сказать. Тебе запрещают, конечно, делать что хочешь, но это мой запрет. Я к этому не имею никакого отношения. Тогда он отрезает это все. Но это исключенный случай. В обычном случае он говорит, если ты сделаешь так, будет так. А если поступишь так, то будет так. А если вот так, то такие последствия. Ну, решай, выбирай. Он дает ему просто ясное представление о ситуации. И становится понятно, что делает человек.